Приветствую всех любителей шахмат и апологетов системы Колли. Сегодня мы будем изучать данное дебютное построение на примере партии Дмитрия Андрейкина. Эту партию он сыграл белыми фигурами против Конрада Холта в титульном вторнике. Итак, Андрейкин начинает игру ходом ферзевой пешки, черный отвечает симметричным d5, обе стороны развивают коней по направлению в центр, и вот она система Колли. С одной стороны белый затупляет своего чернопольного слона, с другой стороны стремятся к построению славянской защиты, но только с переменой цвета в первой руке. Черный сразу проявляет свои притязания на центр, белый развивает коня, после ответного конь c6 Андрейкин укрепляет центр, и как раз эта позиция характерна для славянской защиты. Здесь американский шахматист открывает диагональ для развития чернопольного слона, белый готовят рокировку в короткую сторону, после ответного слона d6 Андрейкин уводит короля в безопасное место. Черный также рокировали, и последовал размен на поле c5 и ход b4. А вот этот ход характерен для миранского варианта славянской защиты. Таким образом, белый создает расширенное фианкета для своего чернопольного слона. Отличие от миранского варианта заключается лишь в том, что белый слон уже вышел на клетку d3. Итак, после отступления слон d6, белый играет слон b2, заканчивая развитие легких фигур. И в данном положении у черных есть примерно два равноценных хода. Это продвижение в центре e5 с угрозой пешечной вилки, которая встречалась в частности в партии Анна Ушенина Хоу и Фань, которую мы разбирали на этом канале. Либо скромный ход a6, препятствуя дальнейшему продвижению белой пешки на фирзовом фланге с захватом пространства. Ну а вот подрыв фирзового фланга путем a5, который проводит Конрад в этой встрече, является неточностью, поскольку белый теперь с темпом нападает на коне. И если этот конь отступает на поле e5, то белый могут несколько раз поменяться на e5, затем с темпом напасть на слона и открыть диагональ чернопольному слону. У белых здесь определенное преимущество, поскольку их белопольный слон явно лучше расположен, нежели белопольный слон соперника. Так что в партии Конрад отказывается от хода кони e5 в пользу перемещения коня на клетку e7. Белый вскрывает диагональ чернопольному слону, черный отвечает ходом конь g6. Дальше Андрейкин переводит ладью на полуоткрытую линию, черный определяет позицию для своего ферзя, белый меняется в центре доски. И здесь взятие конем является не вполне хорошим, поскольку белые могут ответить конь c4, нападая на слона. Опять же, у них отлично расположены слоны, в то время как у черных есть плохая фигура, это слон на поле c8, ограниченный собственными пешками. С учетом этого, холд забирает на поле d5 именно пешкой. Эта пешка становится изолированной и, следовательно, слабой, но при этом открывается диагональ для белопольного слона. Андрейкин препятствует неприятной связке ходом h3, черный захватывает пространство на ферзевом фланге и лишает базы пешку на поле b5. И почуяв раненого зверя, а именно слабость пункта f5, белые фигуры начинают методично атаковать эту слабость. В ответ на это холд активизирует коня, белый меняется на поле e4, а затем продолжает нападение на слабый пункт f5. Черный занимает пехотинцам это поле, но получает в ответ ладья c8, жертву качества. После удара на поле c8 ладьё белый пробивает на f5, затем меняется на поле d6 и в результате комбинации получает две пешки и слона за ладью плюс атаку на черного короля. Черный проводит двойной удар, нападая на две легкие фигуры, приходится защищаться ходом слон d4, дальше ферзь возвращается на поле e7, белый нападает на пешку, пешка продвигается вперед. Ну и командующий белой армии отдает приказ своему пехотинцу броситься в штыковую атаку с идеей пойти f5 и в дальнейшем добраться до слабого пункта g7. И в этой ситуации черным стоило спросить документики у белого коня. Есть конечно промежуточный шаг, но тогда черный перекрывается ферзем и на ход конь e6 играет ладья e8. Получается крайне запутанная позиция со взаимными шансами. Но американский шахматист допускает фатальную ошибку. Он сразу играет ферзи f7, белый теперь нападает на коня и после отступления коня начинает атаковать слабый пункт g7 с идеей перемещения коня на e6. Испугавшись за жизнь своего монарха, всадник решил забрать пехотинца на поле f5, но после удара ладьей черным пришлось сдаться, поскольку они не могут забирать ладью из-за мата на поле g7. А если же черный отступает ферзем, к примеру, на поле e7, тогда белый играет ладья g5 и у них помимо материального преимущества продолжающаяся атака на вражеского короля. Что ж, в который раз мы видим, что спокойная с виду система коля привела в результате к яростной атаке на королевском фланге. Если вам понравилась эта партия, поддержите ролик лайком, репостом, потому что шахматы это круто. Субтитры создавал DimaTorzok